Рэгдоллы – крупные любящие кошки. Они невероятно терпеливые и нежные. Несмотря на внушительные размеры, эти кошки – спокойная и тихая порода, которая любит только играть и обниматься со своими родителями. Эта порода, как правило, проста в уходе и невероятно общительна. Они становятся прекрасными семейными питомцами и хорошо ладят с детьми. Если у вас найдется время и внимание для этой пушистой кошечки, она наградит вас бесконечной преданностью и любовью. Поскольку рэгдоллы требуют тщательного разведения, они менее распространены, чем другие породы кошек. Цены на рэгдоллов могут варьироваться от 400 долларов за котенка до 2000 долларов за выставочную кошку. Стоимость вашей кошки зависит от возраста и родословной. Эти красивые кошки крупные и мускулистые, с длинной шерстью и мягким шелковистым подшерстком. Рэгдоллы – малолиняющая порода, но вы можете заметить более сильную сезонную линьку весной. Отсутствие подшерстка объясняется отсутствием линьки у этой породы, но они не считаются гипоаллергенными кошками. Рост этих кошек составляет от 23 до 27 см, а длина обычно от 43 до 53 см, не считая пушистого хвоста. Они весят от 6 до 10 кг, причем самцы рэгдолла обычно весят больше. Эта очаровательная порода кошек очень послушна. На самом деле, название рэгдолл происходит от их склонности прихрамывать, когда их берут на руки. Эти кошки любят, когда их берут на руки и будут расслабляться на ваших руках столько, сколько вы им позволите. Характер рэгдолла умный, нежный и очень ласковый. Эти добрые кошечки любят и жаждут человеческого внимания, но они редко бывают требовательными. Рэгдоллы чрезвычайно верны и преданы своим людям, что делает их прекрасными домашними животными компаньонами. Когда дело доходит до шума, вы можете не услышать многого от этих тихих кошек. Рэгдоллы не склонны издавать много шума, если только их что-то не беспокоит. Когда они говорят, они обычно издают маленькие милые мяуканья и мяуканье, чтобы дать вам знать, что они голодны или нуждаются в любви. Вашего рэгдолла можно оставлять одного на короткое время, скажем, на рабочий день, но он обязательно будет скучать по вам. Эти кошки жаждут человеческого внимания и лучше всего чувствуют себя в семьях, где один член семьи или больше обычно присутствует в течение дня. Рэгдолл, часто остающийся дома без хозяев, несомненно, будет скучать. А когда вы уйдете на несколько часов, не удивляйтесь, вернувшись и обнаружив, что ваш рэгдолл терпеливо ждет вас у двери. Однако обязательно следите за своим суперсоциальным рэгдоллом. Эти кошки были выведены с доверительным, дружелюбным характером, и они будут подходить к любому человеку без особой осторожности. Если вы выводите их на улицу, держите их рядом и на шлейке. Потребности рэгдолла в уходе относительно просты. Это очень чистоплотные животные, которые сами заботятся о своих потребностях, но время от времени их все же нужно купать. Когда вы заметите, что шерсть у рэгдолла стала жирной и ломкой, значит пора поместить его в ванну. Ваш рэгдолл также нуждается в регулярном уходе, включая стрижку когтей и чистку ушей. Рэгдоллы – игривые животные, которым нравится, когда для них оставляют игрушки. Эта порода кошек не требует больших физических нагрузок. Вы можете ожидать, что они будут проводить много времени лежа, с короткими перерывами на игры и активность между частыми снами.